Срочная служба в армии, выполнение интернационального долга в Афганистане и работа в органах внутренних дел. В преддверии мужского праздника телеканал 7 открывает цикл сюжетов о курских защитниках Отечества. Один из них Владимир Самсонов. Подполковник милиции в отставке, даже после выхода на пенсию, продолжает трудиться на благо своей малой родины. Одно из требований, как и в вооруженных силах, наверное, и в органах внутренних дел, каждый сотрудник должен уметь стрелять. Во-первых, защитить граждан от преступных посягательств, но как-то, наверное, и себя защитить. Поэтому владеть оружием обязан каждый сотрудник орган внутренних дел. Почти 40 лет на службе. Военная карьера Владимира Васильевича началась в 1974 году. Тогда Владимир Самсонов отправился на срочную службу. На службу в армию мы уходили, ну, как скажем, на праздник, что ли. Во-первых, проводы организовывались, это вроде как свадьба. Почти что свадьба. Вот у меня на проводах было человек 30. Приходили домой, накрыли стол, все, значит, желали служить. Нас, значит, отправляли от ДК, из города Рыльска, в Рыльский ДК, около него собирали призывников. А потом был Афганистан. Как и тысячи ребят, Владимир Самсонов с честью выполнил интернациональный долг. Более 20 лет он проработал в органах внутренних дел. Сегодня полковник милиции в отставке возглавляет областной совет ветеранов ОМВД. Руководит ассоциацией воинов-интернационалистов в регионе. Это не просто служба. Своим примером он надеется заразить и молодое поколение. Мы много занимаемся с молодежью. Во-первых, это проведение фестиваля памяти Героя России Андрея Хмельевского. Мы уже в этом году будем проведать 13-й фестиваль 21 марта. Это как бы патриотическое воспитание молодежи. Проводится и турнир также по туризму памяти Героя России Хмельевского. Участие в соревнованиях, подготовка молодого поколения к чемпионатам по военно-спортивному многоборью. Их задача – воспитание будущих защитников Отечества. Особое внимание ныне живущим героям, участникам Курской битвы, ветеранам Великой Отечественной. Влащедник Отечества, ну, во-первых, конечно, прежде всего, это, наверное, мужчина, который готов ради своей Родины даже и пожертвовать жизнью. Примеры у нас есть. У нас вот четыре Героя России, курьи, они, к сожалению, погибшие. Это для нас пример. Ирина Шашкова, Максим Леонов, телеканал СЕИМ.